представить как политолог или как вот руководителя гиперсионистского движения что в данном случае более применимо это это же специалист по исламу политолог а как правильно сказать руководитель председатель гиперсионистского движения с учет может создавать председатель и все как мало господин председатель все ясно поехали в эфире телеканал это он тв программа тема дня мы продолжаем выпуск в студии по-прежнему я ведущий александр гурарье и на связи с нашей студии а председатель гиперсионистского движения политолог специалист по исламу аврам шмулевич аврам добрый вечер добрый вечер ну весь израиль бурлит последние несколько дней связи с тем что в очередной раз пытаются запретить так называемый марш с флагами это традиционное шествие которое устраивается каждый год в день освобождения иерусалима 9 мая 9 10 но было отменено из-за того что начались беспорядки и начались ракетные обстрелы и вот сейчас было предложено провести снова полиция вроде дала разрешение вроде согласна многие политики в том числе министр обороны руководитель шабака руководитель других силовых структур считает что это не своевременно и не приведет ни к чему хорошему хамас тут же оседлял в эту идею и заявил что если все-таки оккупанты попробуют значит маршировать по иерусалиму там и сразу же значит возобновим войну вот вот какой-то агент хамаса нам пытается помешать говорить значит усиленно лая там в соседней комнате вот и на ваш взгляд что же делать то есть скажем так если не ошибаюсь в шахматах это называется цуцванг то есть любое действие оно как бы плохое то есть провести этот марш и нарваться на обострение ситуации у нас я же напоминаю нет правительства только-только формируется там может быть новые ракетные обстрелы не проводить то есть оказаться более умным и дальновидным и тем самым позволить хамасу то что они уже сейчас на всех углах трубят что вот они победили сионисты испугались и вообще уже с каких пор сия хамас действия которого раньше ограничивались только там вот между собой щекам на границе с газой теперь начал как бы диктовать израиля что ему делать своей столице иерусалиме ну давайте постой еще более мудро эвакуируем иерусалим дадим его арабам можно делать еще более мудро поступить просто уехать из израиля требует хамас то что по конечным требованием хамаса является именно ликвидация государства израиль вот это будет самое мудрое решение это будет само мудрое решение и действовать хамаса прекратится и рассолю это наша столица так называемая то есть о чем мы говорим парад с флагами это парад который приходил на территории иерусалима ну плюс 68 года в неразначный не отменялся это примерно как парад победы в для россии это такое символическое действие которое показывает что вот мы любовь к нашей столице мы вернулись сюда и так далее понимаете отменять его по требованию каких-то террористической организации значит капитуляция если это будет можно представиться чтобы россии бы предложили отменить парад победы на красной площади из-за угрозы скажем там но я не знаю финляндии которая скажет что это оскорбление чувства ее граждан и они обещают в ответ обстрелять санкт-петербург совершенно верно очень точное сравнение вот ведь хамас ему нужен повторяю не повторяю нужен даже не нет под не только и русалом ему нужно ликвидация государства израиль и если израиль отступит собственно уже отступили потому что первый этот парад происходит в день иерусалима 6 я проходит по главной улице стальной улице иерусалима яфа улице яфа потом через шкемские ворота через старый город и заканчиваются у стены плача это было отмена этого шестия было собственно требованием хамаса исламского джихада и это требование было выполнено тем самым израиль хотя тогда кстати вручу силовые ведомства были за банка и полиции буза но не то него пример министр он решил вот решил от него отказаться этого воспринято арабами как победа как то что израиль слаб и готов на уступки существа после этого началась вот это вот война которую мы слушай что мы ее выиграли но если парад будет отменен то весь арабский мир включая арабов граждан израиля будут уверены что евреи в этом за государство израиль проиграла если мы позволяем хамасу диктовать нам что нам делать наши государственные праздники день иерусалима это государственный праздник израиля у нас не знал независимости что надел завтра не потребует отменить вообще день не запаздывания независимости и так далее перенести из кнесс кнессет из иерусалима то в какой-то другой город и так далее очень все за границей это просто называется позорная капитуляция и как сейчас в свое время сказал черчилль после сговора тот кто выбирает между войной и позор выбирает позор он получит и позор и войну то же самое происходит с нами капитуляция в этот день она приведет к тому что хамас только усилит свои требования что все более больше израильских арабов в том числе израильских граждан будут поддерживать действие террористические организации те кто еще лояльны государства израиль будут просто бояться эту лояльность высказывать то есть вы считаете что нужно несмотря ни на что провести этот парад если после этого возникнут определенные значит беспорядки или возникнут ракетные обстрелы то ну что ж такова наша судьба новую войну что значит несмотря ни на что арабы хамас требует ликвидации государства израиль мы существуем здесь несмотря ни на что и любое нормальное суверенное государство но не позволяет каким-то террористам диктовать свои условия тут просто девочек несмотря ни на что вот америка тоже несмотря ни на что существует или россия существует несмотря ни на что как это сказать понимаете израиль был известен тем что не ведет переговоры с террористом все изменилось и теперь мы обсуждаем должны были отменить празднование государственного праздника потребности российской организации за эти требования посылают другие конечно израиль должен если мы хотим сохраниться как государство если мы хотим чтобы сохранить просто дальше жизни и жизни наших детей а хамас хочет просто уничтожить нас физически мы должны вести себя как нормальные люди это к это просто шизофрения получается если позволил хамасу диктовать нам что вам делать нашей столице завтра ждет нас это это настолько абсурда настолько на самом деле не укладывается просто в рамки здравого смысла что я то что мы вообще обсуждаем такой разговор давайте я сформулирую вопрос по-другому а сейчас у нас вот вот там через несколько дней должно быть приведено присяги новое правительство которое все ну не все многие критикуют как левая там это левое правительство которое за зашло в сговор с арабами то есть там будет участвовать арабская партия а мансура аббаса это террористы и так далее так далее к чему к чему они приведут израиль на и на раздается громкий плач но вот то что происходит сейчас то что происходило месяц назад да это происходит при в период правления такого левого правого простите право боевого такого решительного правительства возглаве с солнцем нации бениамином на таньягу в это правительство входят и религиозные сионисты в это правительство входит там партия шасс и прочее прочее которые там не пяди родной земли и так далее тогда я не понимаю а чем тогда правое отличается от левых ну а насчет солнца нации то что это правое правительство это ваши слова партия шанс она как раз известна тем что готова поддержать любые уступки если эти уступки будут скажем так выгодны вот то есть у них нет ценности земли израиля но это хорошая поздно очень такое правительство да вот действительно сейчас ответственность лежит на это не агум еще премьер-министры месяц назад он точно будущем премьер-министром а вот и год назад и два года назад когда все эти были стычки с хамасом когда хамасу переводились эти самые там чемоданы с миллионами долларов регулярно каждый месяц известно что только 10 процентов примерно сидений идет граждане жителям газа остальное идет со все равно на создание того арсенала который мы вот испытали на себе вот опять же что что касается нового правительства будет перескор с арабами тут систему ведь вопрос-то более сложный вопрос не в какие арабы арабы там входили в состав правительства были министры арабы и так далее но партия мансура аббаса партия рам которые являются южным крылом исламского движения израиля это совершенно официально они это говорят это часть всемирной организации исламской организации братья-мусульмане вот и эта организация практически пришла к власти в израиле как одна из частей коалиции вот басе мусульмане запрещены его практически во всех умеренных арабских странах в с которой мы сейчас поддерживаем отношения в садовской аравии определенных арабских эмиратах в бахрейне в египте в сирии кстати тоже почему же правое правительство во главе с солнцем нации бениамином это ньягу допустила что партия которая является филиалом партии этих самых братьев мусульман запрещенных во всех так сказать даже арабских во многих странах таких как египет да а почему они допустили что эта партия не объявлена вне закона почему эта партия до сих пор участвует выбора почему я расскажу почему потому что есть два движения два крыла этого исламского движения северное крыло южный сервис кронотка более догматичные они менее скажем что менее дипломатично они прямо поддерживают открытый террор убийстве израильских граждан и так далее она была объявлена вне закона буквально недавно потому потому что вопрос такая позиция прокуратуры израильской которая блокировала обиде под предлогом свободы слова и так далее блокирован объявление этой партии вне закона то есть тоже с точно тоже как прокуратура не дает возможности стрелять скажем тех же самых арабов которые грабят там израильские военные базы в негиве то есть эта позиция 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 вот нашим орех мишпад который простите я повторяю в третий раз но прокуратура генеральный прокурор юридический советник правительства вся вот эта публика назначена в бытность премьер-министром бениамин анатаньягу который непосредственно руководил ими теми назначениями но юридического это он продавил давайте так во первых прокуратура она не подчиняется правительству сушили а вторых я не являюсь членом правительства израиля и не являюсь не 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 боже сохрани я пытаюсь понять вот это вот мой вопрос правое и левое то есть вот не отлукавывали сейчас все эти отделения спросите это у какого-нибудь ликудника учусь самого натаньяга я тоже не очень понимаю почему это произошло опять то что она не была запрещена эта позиция израильской прокуратуры очень и спросить почему партия который является открытой террористической как сервера она запрещена только после очень нескольких лет судебных проволочек и почему депутаты кнессета которые являются заявляю что они поддерживают террор поддерживать теористов тот же самый махмуд аббас навещал в тюрьме израильских арабов которые были осуждены зачем почему они не находятся под судом сидят многолетний вопрос который можно задать нашему правительству нашей системе ну что ж посмотрим как с этим будет справляться новое правительство если она все таки будет приведена к присяге тут как раз никаких сомнений нет если почитаете коллекционные соглашения то понятно что это правительство все ничего не сможет сделать не говоря о том что как она опирается на поддержку того же самого махмуда аббаса это братьев мусульман это поразительная ситуация что там соседних арабских странах баса мусульмане запрещены а у нас они практически пришли к власти и получают там колоссальные деньги которые вы опять же будут распоряжаться этим 50 миллионов шекелей миллиардов шекелей на арабский сект распоряжаться будет амахмуд аббас читая братья мусульмане вот кстати хамасы тоже ответили это хороший вопрос да почему и такой абсурд посуществует в нашем государстве я тоже задаю себя много лет спасибо большое я напоминаю что мы беседовали с председателем гиперсионистского движения авраам марш мулевичем а наша программа подошла концу всего доброго до свидания